Здравствуйте! В эфире программа тема дня и в гостях у нас сегодня ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко. Сергей Николаевич, здравствуйте! Добрый день! 12 мая это день экологических знаний, международная праздничная дата в календаре праздников. Она посвящена знаниям не только, собственно, экологов, если я правильно понимаю, но и, в принципе, распространению экологических знаний среди людей. Вот как вы считаете, как эколог, профессиональный эколог, зачем? Ну, действительно, это удивительный праздник, потому что нет дня математических знаний, нет дня химических знаний, нет дня, я не знаю, каких-то инженерных знаний. А есть такой Международный день экологических знаний, который был учрежден организациями объединенных наций в 1992 году после Всемирного саммита по устойчивому развитию, который проходил в Рио-де-Жанейро. И вот на этом саммите была очень широкая дискуссия о том, как человечеству все-таки свернуть с того пути, на котором оно вот последние 300... Устойчиво стоит и двигается. И двигается, да, двигается, да, двигается, причем так очень быстро двигается к пропасти. Как перейти, вот соскочить с этих рельсов, вот бизнес, как обычно, да, общество потребления, как соскочить на путь устойчивого развития? Когда потребление нынешних поколений оставляет место для потребления будущих поколений. Так, чтобы не получилось, что мы все, вот нынешнее поколение... Я перебью, а проблема потребления в чем? Использование ресурсов или мусор? Всего, все вместе взятое, потому что, скажем, мусор это потребленные ресурсы, неутилизированные, значит, они уже вышли из системы, природной системы, получились как загрязняющее вещество. И оказалось, что, да, путей, в общем-то, средств для перехода к этому устойчивому развитию, в общем-то, или путей много, а средства одно. Это изменение той парадигмы мышления, которая есть у нынешнего поколения людей. Это... То есть менять нужно сознание. Менять нужно сознание. А сознание меняется только с помощью системы образования. Но нет больше, нет других методов, которые бы изменили мировоззрение людей. Потому что сейчас нас воспитывало так... Мы воспитывались поколение в поколение на принципах так называемого антропоцентризма, когда человек считал себя... Человек есть, да. Это главное детище природы, да, это вершина природы. Это... И все, что происходит, это все на его пользу. Да, это... Как мы помним, да, мы помним Библия, главная книга трех мировых религий говорит о том, что... Бог говорит, я тебе даю эту землю, я тебе даю, ты будешь властвовать над всеми. Вот это слово властвование, да, оно осталось и остается с нами вот до сих пор. Это антропоцентризм. И, конечно же, это... Это вот этот, так называемая парадигма мышления, она ведет нас в тупик. Но одно дело быть хозяином, грубо говоря, в своем доме и следить за его чистотой, другое дело, извините меня, есть и оставлять... Нет, понимаете как? Но, скажем так, а когда семья разрастается, да? Становится тесто и мусора все больше. Да, нас сейчас уже больше 7 миллиардов, и каждый хочет потреблять все больше и больше, потому что он смотрит телевизор, где показывают, сегодня у нас такой автомобиль, а завтра, вот посмотрите, он еще лучше стал, а вот еще вот эта вещь еще лучше. Новые вещи, новые модели. Потому что модель экономического развития, она у нас расширенное воспроизводство. То есть, на следующий день я должен произвести больше, чем я произвел вчера. Сергей Николаевич, ну...